В этом участке мы постоянно сажаем клевер. Ну, у нас как бывает, один год пшеницу, один год ячмень. И где-то мы даем земле отдыхать, сажаем клевер. В 127 соток законная собственность фермера Валентины Козловой. Она пашет, сеет и жнет на этой земле более 10 лет. И уже не первый год, как государство положило глаз на частную собственность. Здесь будет пролегать большая Алматинская кольцевая автодорога. Крестьянское хозяйство кормит большую семью из 10 человек. Акимат области готов заплатить фермерши по доллару за каждую сотку. Теперь у нас проходит вот эта дорога Бакат и нам дают за 127 соток 20 тысяч тенге. Это вообще абсурд. Ни упущенную выгоду нам не считают, ни на какие разговоры с нами не идут. Факт в том, что мы живем. Живем за счет ее. Это только один из 724 участков, который изымает под Бакат. Хозяева земли рассказывают, что правительство для выкупа этих участков выделило более 70 миллионов долларов. Нетрудно вычислить, что каждый участок стоит почти 100 тысяч долларов. Проблема в том, что уже на протяжении не одного года, соответственно, идет изъятие земельных участков для строительства Большой Алматинской кольцевой автодороги. Мы готовы отдать эту землю. Мы всего лишь просим, чтобы за эту землю нам дали реальную рыночную стоимость. Строить Большую кольцевую начнут в будущем году. Это порядка 65 километров дорог. Бюджет проекта более полумиллиарда долларов. Дорога дугой охватит Алматы. Проектировщики говорят, это разгрузит город и экологию мегаполиса. Бакат не проект суверенного Казахстана. Строительство автомагистрали планировали в Советском Казахстане. Геннадий Шутов до развала Союза работал заместителем гендиректора Казахской машиноиспытательной станции. Вот на этих полях тогда обкатывали новую сельхозтехнику. Бакат уже существовал на бумаге еще в 90-м году. Теперь сейчас делают вид, что только сейчас узнают, что Бакат будет проходить. Вот вопрос тогда возникает. Зачем же ее тогда людям было отдавать, когда этот проект существует уже 23 года? Теперь на одной чаше весов вроде бы святая частная собственность, на другой реальная госнужда еще более реальных денег. Мало того, что на этой стройке можно очень хорошо заработать или машинально украсть, так еще и езда по большой кольцевой автодороге будет небесплатным удовольствием для водителей.